Сегодня вообще очень волнительный день. Это, конечно, возбуждение, волнение. Честно говоря, с утра слегка выпила пустырник. Меня вывели из зоны комфорта. Я чувствую большую ответственность, потому что работа многих людей сосредоточена сегодня. Конечно, очень волнуюсь. Волнение участниц этого проекта объяснить легко, ведь к этому вечеру они шли целых два месяца. Ровно столько длился первый сезон «Модель Х плюс» от имидж клуба Светлана. Это новый проект нашего клуба. Называется он «Модель Х плюс. Х как неизвестная». Это любой возраст, любой размер. Мы с самого начала проекта заявляли, что спустя два месяца участия в проекте девушки полюбят свое отражение в зеркале. Надеюсь, мы заложили зерно. Это зерно попало в правильную почву. Невозможно за два месяца изучить и освоить на практике все вопросы моды и стиля. Поэтому мы надеемся, что девушки будут продолжать это обучение. Женщины поменялись. Я вела с ними собеседование в начале проекта. И сейчас могу совершенно точно сказать, что почти все женщины поменялись. И они точно уже совсем другие. Они по-другому относятся к себе. Они больше себя любят. И то, чего мы хотели добиться, это любовь и уважение к себе самой. Мы добились. Сегодня здесь не только друзья и родные. Поддержать девушек пришли те, кто принимал непосредственное участие в их внутреннем и внешнем изменении. Их преподаватели, стилисты, визажисты и модные эксперты. Мы с удовольствием поработали с ними. Каждая из них заняла большое место в наших сердцах. Наша задача была собрать так называемый тотал лук. И показать жителям нашего города и девочкам, ну и вообще всем, как можно красиво одеваться, обуваться. И насколько детали имеют важное значение. Когда мы увидели девушек, увидели их образы, их фактуры, их харизмы, картинка в том, в чем они пойдут на дефиле, сложилась сама. Мы подбирали, конечно же, по цветовой гамме, которая подходит. Конечно же, по фасону, которая хорошо корректирует фигуру наших девушек. Мы уже не первый раз участвуем с клубом Светлана в аналогичных проектах. Нам всегда нравится что-то новое, интересные эксперименты. Критерий всегда один, чтобы клиент был доволен. Других критериев нет. Естественно, по цвету, по фактуре, по силуэтному решению. Владелица бизнеса и финансист, ветеринар и педагог, юрист и технолог. 14 успешных женщин, 14 ярких личностей. Каждая из них и до проекта разбиралась в моде, посещала бутики и салоны красоты. Однако люди, привыкшие к успеху, не могут без новых знаний и эмоций. И именно это сподвигло их всех на эксперимент. Сменить кресло руководителя на статус ученицы, чтобы быть еще более совершенной и в вопросах стиля. Мы научились верить в себя, научились ухаживать за собой, за волосами, за кожей, за одеждой. Во-первых, я приобрела уверенность в себе. Почувствовала себя женщиной. Это во-первых. А во-вторых, я сейчас совсем думаю по-другому, одеваюсь по-другому. Даже хожу по-другому. Для меня открылся такой новый мир. То есть я как-то думала, что все это про других людей, про других женщин, каких-то с обложек и журналов. Оказывается, что это про меня. Я могу так же выглядеть, ходить, мерить красивую одежду, выглядеть стильно, модно, интересно. Не изменила, скорее приукрасила, добавила новых эмоций, добавила позитивных эмоций. Мы попробовали, поэкспериментировали. Это и взрывное, это еще и для тела, это еще и для себя достаточно. Ну такая хорошая информация, даже вот так научиться хорошо ходить. Прямо стоять, убрать там горбик, который может вдруг появиться когда-либо. Ну и потом как-то помолодеть и душой, и телом. В общем, я могу сказать, что я настолько вдохновилась этим проектом, что я сейчас уже во втором проекте. Я поняла что-то новое в новых модных тенденциях. Я стала одеваться так, когда раньше я бы так не одевалась. Нового очень много, но самое главное, это тот большой-большой фонтан эмоций, который мы здесь за эти дни, за эти занятия успели почерпнуть, искупаться в этом фонтане эмоций. Это самое главное. Ну новых очень знаний много, информации тоже, и по стилю, и по макияжу, и даже мировосприятию. Вообще проект дал вот такую вот радость общения с людьми, у которых общий интерес. Интерес к элегантности, красоте, жизни. Вы знаете, я себя просто почувствовала женщиной. Больше ничего в этой жизни не надо. Просто почувствовать себя женщиной. Много открыла для себя новых магазинов, которые прям вот я хотела найти, мне помогли играть. Восторженные отзывы от гостей финала, пожалуй, главная оценка того, что этот проект, несомненно, получит свое продолжение. Это мода, красота, стиль, куча положительных эмоций. Я думаю, такого модного события в городе очень недостает. Я считаю, что то, что делает имя Шклуб Светлана, это очень важная такая миссия, что они дают женщинам реализоваться себя как женщины, красиво выйти на публики. Какие они все счастливые ходят, просто видно, что они большую радость испытывают, что это не зря они занимались, они получают удовольствие, несомненно. Если встретишь вот такую женщину на улице, от нее взгляд не отведешь. Новые знания, новые возможности, знакомство, куда заходят себе друзей, обмениваются информации, это, безусловно, очень важно. И, ну, сидеть на диване всегда можно, но лучше же и интереснее пообщаться, потому что в мире столько всего интересного. Это и стимулирует, и вдохновляет очень многих женщин любого возраста. Первый сезон проекта «Модель Х-Плюс» состоялся. Теперь нам предстоит только догадываться, каким будет второй сезон. Ведь организаторы обещают сделать его еще интереснее и насыщеннее. Кстати, стартует он всего через месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова